Всем привет! Решил снять сегодня небольшой ролик, как всегда, такой резвый, спонтанный и от накопившихся, так сказать, вопрос. Значит, сделал себе небольшой план справа, надеюсь, он вас не сильно будет раздражать. Просто, честно говоря, много сумбурных мыслей, мне проще ориентироваться на план. Значит, предисловие. Многие люди меня просили помочь, подсказать или даже съездить, купить вместе с ними Mac, какой-нибудь MacBook или что-то в этом духе. Значит, собственно, исходя из этого, возникла мысль снять такие-то видео, потому что вопросов много, и в личку пишут ВКонтакте, и вообще в целом друзья знакомые, вот, расспросы ведут. Поэтому я решил просто как можно большему количеству людей, из тех, кто меня вообще знает, слышит и видит, помочь с этим непростым выбором. Значит, сперва по плюсам и минусам данной конкретной модели. Ну, для начала, что это за модель такая? Значит, YEN-то модель 2017 года в топовой комплектации, исключая жесткий диск. То есть, жесткий диск здесь стоит не в топе, то есть, это там не многотерабайтный SSD-диск, это Fusion Drive на 2 терабайта, то есть, 121 гигабайт SSD и 2 терабайта обычный HDD-диск. Собственно, мне этого хватает пока что, ну, как бы по цене это не сильно кусается, потому что если брать в топе, то он будет еще плюс 100 тысяч где-то. Вот. Брал я его в Ситилинке за, на мой взгляд, отличную цену, 165 тысяч рублей. В то время это было, это было года полтора, кажется, назад. Оперативку я докидывал сам, здесь было по умолчанию 8. Оперативку я взял на Авито. На самом деле, я искал там-сям оперативную память, и, к сожалению, такие бешеные цены заламбывали. То есть, OWC, допустим, оперативка или Crucial, они стоили там в районе 65-70 тысяч и выше. Вот. Поэтому я решил, что надо бы посмотреть, а вдруг удача мне улыбнется, и она улыбнулась аж два раза. Потому что первый раз я купил две планки от ноутбука 2400 МГц по 16 гигов за 16 тысяч. А второй раз я купил вообще за 10 тысяч две планки 3200 МГц по 16 гигов за 10 тысяч. Вот. Спасибо этому парню, молодец. Вот. Не подошла оперативная память, он решил резво скинуть, приехал с этой оперативкой, он оказался еще и живет недалеко. Привез ее, вставил, проверил, и прям приятно удивился, что оперативку он распознал, правда, скорость он выдал меньшую, само собой. Но, тем не менее, она работает. Вполне себе сгодится, как по мне, для апгрейда следующего iMac, потому что там также стоит DDR4 память, и это прекрасно. Вот. Значит, по плюсам процессор я, честно говоря, так и не смог нагрузить до той степени, когда он взмолится и скажет мне о том, что, дружище, давай-ка скидывай обороты, иначе я сейчас вылечу в космос. Прекрасно работает, 4 ядра, как бы, это, конечно, немного по нынешним меркам, но, тем не менее, справляется. 8 потоков, в общем, все прекрасно. Оперативная память выгружает все отлично, быстро, но единственное, во что упирается, жесткий диск, поэтому я взял себе массив внешний на два SSD диска и загрузил сюда инструменты для Engine, Hollywood, Orchester, East West. Неплохой оркестр, купил себе такие его, но, честно говоря, эксплуатировал редко. Под контакт библиотеки, которые наиболее прожористые, вот. Ну, и как бы еще так по мелочи. Другой массив с более медленной скоростью, потому что там обычные два диска, собранные в RAID 0, но скорости тоже достаточно для подгрузки, скажем, вне сферы и библиотек для контакта. Вполне себе. Соответственно, буткамп для винды, но я туда почти не залазил, так, пару игр поставил, Mortal Kombat 9 и 10. Вот, иногда играл, но, собственно, по графике все вытягивает, то есть, если, конечно, в 4К и максималку все, то подлагивает, при том удивительно, что не 10, а 9 подлагивает. Видимо, он не адаптирован под 4К. Вот, но, тем не менее, приятно удивился. Хотя это, по идее, вроде как, не игровая видеокарта, насколько я понимаю. Я не геймер, можете поправить меня, если я что-то не так сказал. Монитор, ну, как по мне, он прекрасно работает, прекрасное изображение. В общем-то, это никому, я ничего нового не скажу, не секрет. По скорости SSD-шки она стала быстрее, по сравнению с предыдущими iMac-ами. То есть, 2500 или 600 Мбайт в секунду на чтение и в районе 700-800 на записи. То есть, за глаза и за уши хватит. Собственно, оперативки, максималка 64 ГБ. Значит, по минусам можно прям сразу же отметить, что рамки до сих пор широкие. То есть, фарм-фактор так и не поменялся. Вот, плюс, если слишком сильно его эксплуатировать, он таки шумит. Конечно, не как пылесос, но вполне себе. Поэтому имейте в виду, что, как бы, маленький корпус это здорово, но со своими изъянами, скажем так. По портам, мне, честно говоря, двух портов USB Type-C, они же Thunderbolt 3, не хватает. У меня два массива на них висят, и я понимаю, что дисплей, допустим, я туда подключить не могу. Искал оригинальные переходники. Вот, нашел в итоге оригинальный переходник, но его USB Type-C годится на вход исключительно для зарядки. То есть, я не могу последовательно туда подключить, скажем, телек 4К. И это, конечно, прям печально, перетыкать все это туда-сюда. Могли бы сделать, как в iMac Pro, 4 порта было бы вообще замечательно. Но, к сожалению, не сделали. Вот, по апгрейду все так же абсолютно. То есть, оперативка меняется, процессор заменить или жесткий диск, это надо его прям вскрывать. И с этим ничего не попишу, к сожалению. Поэтому это, как по мне, так минус. Надеюсь, они в модульном Mac Pro это дело решат. Потому что в iMac Pro там вообще ничего не меняется без вскрытия основательного, даже оперативной памяти. Вот, поэтому я это все-таки считаю минусом. Значит, еще из плюсов звук. Здесь реально неплохой звук. То есть, вполне себе удивительно, но звучит лучше, чем пятнадцатый год. А как раз сейчас к сравнению с прошлым Mac я и перейду. Сравнивать, конечно, не совсем корректно, потому что... То был базовая комплектация iMac. Значит, вот, 3,2 ГГц. То есть, вот с такой вот скоростью. Единственное, что там видеокарта была не базовая, а чуть-чуть получше. То есть, не 3,800, а 3,900. Хотя, я не знаю, насколько разница, наверное, небольшая. По оперативке, собственно, 32 ГГц я туда напихал. Вот, вполне себе работало. 64, честно говоря, я так и не нашел, где можно купить эти планки. Наверное, где-то в штатах. То есть, максималку, что я мог, это 32 впихнуть. DDR3 как-то с этим делом как-то бедово оказалось. Вот, собственно, в итоге я его скинул. Вот, вполне себе проработал. Но процессор у него, к сожалению, на крупных проектах оркестра начинал похрюкивать, похрустывать. При том, что, казалось бы, вроде бы выбрал буфер сайз. Кто не в курсе, что это такое и где это находится. Вот здесь. То есть, чем больше буфер, тем больше задержка, но меньше нагрузка на процессор. Соответственно, я выставлял прям вот 1024 сэмпла и все равно у меня все похрустывало, похрюкивало. Вот, поэтому не хватило мне, короче, его. И в итоге я обновился. По приросту, соответственно, судить сложно на самом деле. То есть, сравнение это весьма формально. Могу только сравнить звук. Он здесь стал реально лучше, изображение стало немного лучше. Вот, и, собственно, по графике скачок я сравнивал с топовой комплектацией позапрошлого года. И там действительно прирост очень такой приличный, я бы сказал. Соответственно, это еще упирается в оперативную память. Она стала быстрее. То есть, здесь память идет 1867 МГц. В 2017 году, соответственно, это аж 2400. То есть, весьма значимый прирост. SSD-шки также разогнали. Значит, сравнение с новым. Ну, как бы это чисто словесное сравнение, потому что я им не пользовался пока. Но в ближайшее время я думаю, попользуюсь, когда куплю. Значит, опять-таки топ будем сравнить, потому что это топовый 2017 года. Соответственно, нужен топовый 2019 года. Значит, по процессору, собственно, здесь прирост, ну, почти в два раза, по сути. То есть, этот выдает в районе 19 тысячи, здесь 35 тысяч баллов. Вот. И это, конечно, колоссальный прирост за счет количества ядер, потому что ядер там уже 8, а не 4, как здесь. Хайберт и Дигг, соответственно, тоже имеются. Плюс процессор i9 с пометкой F. То есть, у него, по идее, отключена, заблочена графика, что должно снизить, по идее, цену на эти процессоры. То есть, тот же сокет, тот же разгон, все тоже, но графика озолоченная. Поскольку дискретная графика есть, и это не ноутбук, то, в принципе, нет смысла никакого в интегрированной графике. По, соответственно, GPU, то бишь графическому процессору, прирост тоже есть, не такой значительный, но все-таки есть. И это очень здорово. По SSD дискам, я полагаю, тоже будет какой-то небольшой прирост, незначительный, но все-таки. По звуку и прочим делам не уверен, что там что-то поменяет, потому что, по сути, фарм-фактор остался тот же самый. И, как по мне, звук лучше сделать, чем в 17-ом, это будет сложнее, потому что конструкция плюс-минус та же осталась. То есть, я еще могу понять лучший звук в iMac Pro, потому что он более полый, так сказать. То есть, внутри нету HDD диска обычно, только SSD, маленькие плашки, и больше пространства встало для лучшей акустики, для лучшей вентиляции и так далее. Вот, поэтому, конечно же, сравнивать пока что по эргономичности с iMac Pro, наверное, сложно будет. Хотя, конечно, там тоже впихнули вегу, пускай и послабее. Вот, здесь стоит двигая 48-ая, соответственно, в iMac Pro стоит вега помощнее. Вот, по оперативной памяти, соответственно, она будет такой же абсолютно, то есть 2666 МГц. По процессорам, соответственно, здесь стоит Xeon, как и раньше, а здесь i9. То есть, я думаю, что вы знаете, в чем разница. Вот, он сервачный, проще говоря. Вот, что у нас дальше по плану. Значит, советы по выбору Mac в зависимости от целей и бюджета. Значит, в принципе, все достаточно банально и просто. Если вам позволяет бюджет, то и вам нужен стационарный компьютер, соответственно, берете iMac. То есть, iMac Pro это для тех, кто с графикой работает или с очень громоздкими проектами, которые нуждаются в огромном количестве оперативной памяти. Более того, в новых актуальных моделях число 128 было умножено в два раза. То есть, максимальное количество памяти оперативной стало 256 ГБ. То есть, такая космическая сумма. Как бы, не знаю, кому это может понадобиться, но тем не менее. Пока что этот обзор больше просто не существует. Собственно, если же вам нужен мобильный вариант наиболее мощный, соответственно, это 18-й год с шестью ядерами. Вот, а 9-й процессор вполне себе вам подойдет. В данной ситуации Coffee Lake с 12 потоками это нечто. По мощности он уделывает данную топовую модель. Притом, ну, прилично, я бы сказал. Вот, по памяти оперативной скорость та же самая. 32 ГБ есть возможность заказать распаянные, соответственно, на плате. Поэтому поменять их не получится. Сразу берите то, что нужно иначе. Потом, увы и ах, потому что некоторые люди у меня спрашивали о том, а можно ли оперативки добавить в ретинах. Вот, предварительно купив эту самую ретину. И, собственно, тем самым, к сожалению, попали не в точку, что называется. Как-то так. Вот, 13-дюймовый, как по мне, он и по мощности весьма неплох, плюс ядер добавили. Поэтому он справится, по мне, так со многими задачами, которыми и пятнашка справляется. Но в цене будет значительно дешевле и компактнее сам по себе. Поэтому здесь смотрите, как бы кому что нужно. По оперативке также 16 ГБ максималка. 32, к сожалению, пока не сделали. И чуть оперативка помедленнее будет. Ну, графика, соответственно, как была интегрированная, так, в общем-то, и осталась. Вот. Они, в общем-то, могут быть модифицированы. То есть, можно оперативную память добавить до 16 ГБ. А в некоторых даже процессор можно добавить, что, в общем-то, прекрасно. По-моему, на 15-дюймовых. Вот. Жесткий диск также легко меняется. И можно себе там Fusion Drive собрать, допустим, при необходимости. Потому что в них ставятся дисководы и можно их заменить на OptiBay. Это коробка, в которую можно поставить жесткий диск и будет два диска, по сути. Можно два SSD или HDD и SSD и соединить их в Fusion. Ну, лучше этого не делать, потому что Fusion Drive имеет рядом минусов, скажем так, обладает. По мощности процессоров я бы не сказал, что они сильно шагали вплоть до 2016 года. То есть, 6300 по ГБ. Если брать, скажем, 2016 год, 13-дюймовые, как бы, ну, сами видите. То есть, прирост не сказал бы, что критичный за столько-то лет. За 4 года. 2017 год, соответственно, прирост чуть больше, но модельный ряд более скудный, я бы сказал. Так, здесь он немного шире. Это те, которые с Touch Bar. Вот. Как бы до 2016, соответственно, ничего такого. Поэтому в любом случае вы можете брать 2012 год и сильно не потеряете. Вот. Так, это по 13-дюймовым, соответственно. По 15-дюймовым ситуация, как по мне, стоит весьма неплохо, даже лучше, я бы сказал. Потому что Ivy Bridge, одно из моих любимых поколений процессоров, они весьма хорошо разгоняются. По мощности, соответственно, как бы 11 тысяч, даже больше. И если сравнить с другими, то прирост опять-таки, ну, не скажу, что значительный. А в Turbo Boost, я думаю, скорее всего, Ivy Bridge будет, ну, наравне. А может даже обскачет. Вот. Были ситуации, я видел, что их аж в два раза разгоняли. То есть, до каких-то 6 тысяч МГц, что-то в этом духе. В общем, это было что-то с чем-то. Ну, наверное, стабильность падает, скорее всего. Но, тем не менее, как бы они прекрасно разгоняются. По оперативной памяти, соответственно, и по графике интегрированной, в том числе, Sandy Bridge, как по мне, очень сильно уступали. Там, конечно, был 17-дюймовый MacBook, но, тем не менее, их уже не выпускают с 2011 года. По графике они сильно уступали, по процессорам, соответственно, вот. То есть, значительный прирост был на Ivy Bridge. По оперативной памяти то же самое. То есть, 1333 и потом 1600 было на, собственно, 2012 года. Вот. И так это все дело осталось вплоть до 15-го года, насколько я помню. Соответственно, в 2016, да, небольшой прирост произошел в скорости. Вот. Поэтому, как бы, зачем переплачивать? Поэтому, если брать бюджет, то берите именно не Retina 2012 года, потому что, если брать Retina, то сразу же минус апгрейд. Это первый момент. Второй момент – это то, что графика осталась та же самая. HD 4000 – это интегрированная графика, и она не хоть и как вытягивает подобные большие разрешения. Поэтому, скорее всего, будут подлагивания в изображении. Если у вас все-таки позволяет бюджет, то лучше берите Retina 13-го Late. Почему? Потому что здесь уже стоит Intel Iris 5000-й серии. Они вполне себе вытягивают даже 4K, подсоединенный к дисплей-порту или Thunderbolt 2, если быть точным. То есть я подключал к 13-дюймовому MacBook Pro 4K дисплей, и он прекрасно работал без каких-то сильных лагов. То есть, поэтому в этом есть смысл. Вот. Соответственно, Intel Iris Pro уже стоит в пятнашках. Все прекрасно тянет. Поэтому следующая категория по бюджету – это будет, конечно же, Retina, начиная с 13-го Late. Вот. И выше, соответственно. Вот. По тренажкам также добавлю. Не берите с 4-мя гигами оперативки, потому что встроенная память оперативная, она также расходуется на видео. То есть 1,5 гигабайта уходит от этой памяти. Итого вам остается 2,5 гигабайта, которые, как по мне, не хватит на серьезные какие-то задачи. Минимум 8 берите. Прямо железно. Если в 12-го года вы можете еще как-то проапгрейдить это дело, не в Retina, то здесь уже никак. Поэтому их очень многие скидывают на Авито. И если возьмете, то будет точно много геморроя. Потом это дело еще не продадите. Вот. Ранние, соответственно, 13-е годы и 12-е годы также не рассматривайте из-за графики. Как я уже говорил, иначе будут проблемы. Значит, по стационарным решениям я также смотрел недавно, не стал покупать. В смысле, зачем мне такой аппарат, если у меня iMac есть. Но тем не менее, как в качестве мультимедийного центра, я рассматриваю покупку Mac Mini. Потому что, ну, как по мне, у него весьма серьезные мощности появились в связи с тем, что новые поколения процессоров появились. Здесь почему-то указывают 4 ядера, хотя по факту в i5 и i7 соответственно там по 6 ядер идет. Вот. И оттуда такие мощности, что он делает, две комплектации делают этот iMac. По графике, собственно, также осталась интегрированная графика, которая ничего особо серьезного не потянет. Софт, соответственно, с Mojave начинается. Поддержка. Вот. И 64 гигабайт оперативной памяти. То есть две планки по 32 гига. Я таких даже, честно, не видел, но, видимо, где-то они да есть. О, Wix мне хотят что-то предложить. Плюс я видел, что их собирают в серверы, то есть один за другим, витой парой. Можно эксплуатировать их мощности в сумме. Вот. Не знаю, правда нет, но тем не менее. И, соответственно, SSD диски. То есть Fusion Drive и обычных HDD дисков там, благо, уже нет. Потому что я как-то поработал на Mac'е с обычным HDD диском. И надо сказать, что это каторга, по-другому не назовешь. То есть очень медленно все грузится. Никакой радости от работы на таком компьютере вы не получите. Прям точно. Mac Pro. Их сейчас многие скидывают на Авито. По достаточно приличным ценам, надо сказать. И единицы попадаются, которые нормальная цена. У меня спрашивали, может купить. Но я так чисто по приколу зашел на Авито, посмотрел. Вот. И пару предложений было там в районе 80 тысяч, кажется, за базовую модель. Это еще, ну, куда не шло приемлемо. Потому что вообще в идеале, конечно, в любом случае оперативки там мало будет. Графика слабоватая. Процессор, соответственно, ну, на уровне базового iMac'а 2015 года. Поэтому смысла в этом большого нет. Плюс к нему еще дисплеи закупать, еще что-то. И в конечном итоге по цене он обойдется дороже, чем iMac базовый. Или даже выше, чем базовый. Поэтому смысла покупки этого аппарата я вообще не вижу. Вот. По поводу эйров. Ну, для диджеев и дискотек всяких вполне себе подойдет. Я работал на таком мероприятиях всяких. Ну, там, плейбэк ставить, всякие такие дела. Вполне себе подойдет. Ну, сразу же оговорюсь, что мощности у них по-прежнему так же немного. То есть, это на уровне там прошки, там, года 12-го, 13-го, наверное. Где-то так. Короче, не ахти какой мощности. Макбук, которые обновились с 2015 года. Ситуация, в принципе, плюс-минус та же самая. Они, по сути, прямые конкуренты, я бы сказал, с MacBook Air'ами нынешними и с прошками 13 дюймов. Так же абсолютно небольшая скорость. И по оперативке, конечно, добавили. Ну, смысл в этом. Если серьезные задачи, тем более портов, насколько я помню, больше не стало. Там USB Type-C один. Как бы делайте, что хотите. Поэтому не рекомендовал бы. Это хорошая пишущая машинка, очень удобная, бабочка. Все. Я на нем успел ознакомиться, побаловаться. Ну, не со своим. Мне он, конечно, не упал. Вот. Но, тем не менее. То есть, вполне себе имеет место быть. Но он достаточно дорогой для своих мощностей. Значит, собственно, немного про Hackintosh. Последний пунктик. Буквально недавно моему товарищу надо было, собственно, поставить жесткий диск компьютера. И Hackintosh поставить терабайтный жесткий диск, соответственно. Ничего сложного, абсолютно. Мое знакомление с Mac OS началось именно с Hackintosh. И, как по мне, вариант вполне себе. То есть, взять какой-нибудь процессор нового поколения, поскольку уже Mac'и новые идут с новыми процессорами, соответственно, сборки эти будут интуитивно работать с Mac OS. Вот. Приросты будут колоссальные по сравнению с предыдущими поколениями. Там, вплоть до 7-го. Вот. Можно вполне себе отличную сборку собрать. Там, тысяч за 30-35. Вот. И абсолютно горе не знать. Тем более, оперативная память с Inovita можно купить. И вообще она стоит не так много. DDR 4. Вот. Соответственно, сборку я, к сожалению, показать не смогу. Ну, потому что было там достаточно старое железо 4-го поколения было. Процессор i3. Z87 чипсет на материнке. Вот. И оперативки 8 гигов всего. Ну, и терабайт, соответственно, Crucial, по-моему, диск. То ли Crucial, то ли SanDisk. Что-то такое было. Вот. Нормальная скорость. В районе, там, 500 с чем-то мегабайт в секунду. И, в общем-то, для музыки вполне себе подходит. Поэтому не переживайте на этот счет. Если у кого-то есть пожелания, есть знакомые, кто этим занимается. Сам я посредственно этим занимаюсь. То есть собрать, конечно, поставить систему смогу. Но чтобы это дело отшлифовать прямо до оригинального Macintosh, этим я, к сожалению или к счастью, не занимаюсь. Вот. Но для... Моих знаний хватило для того, чтобы собрать себе первый Macintosh и на нем проработать в районе, по-моему, полтора или два года. Вот. Давно это было. В 12-м году. В 12-м-13-м. Вот. В 15-м я уже купил себе iMac. Ой, MacBook Pro сперва. Потом iMac. Ну, не суть. Вот. Поэтому, в общем-то, для музыки годится. Прекрасно. Берете iMac и горя не знаете. Соответственно, по цене iMac в соотношении цены и качества и возможностей уделывают MacBook Pro. Вот. Поэтому, если нужен стационар, то берите iMac. MacBook Pro, он с достаточно маленьким экраном, обладает 15 дюймов и 27. Как вы сами понимаете. Поэтому, в общем-то, если какие-то вопросы будут или пожелания, или еще что-то, обращайтесь. Рассмотрим. Или в личку пишите, я не знаю. Просто здесь я, как видите, нечасто бываю. И, скорее так, что-то, каким-то вопросом меня нагрузит. И меня не зарит-зарит. Потом я что-то выпуливаю. И не более того. Вот. Поэтому, в общем, всем хорошего вечера. Или дня, или утра. До скорых встреч.